МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. И снова в эфире программа «Калейдоскоп». А это значит, что сейчас вы узнаете много нового и интересного о жизни нашего города. Так случилось, что Рязань стала площадкой для Международного фестиваля искусств «Вдохновение». Его открытие прошло в Музее истории молодежного движения. И в ожидании главной фигуры фестиваля, без которой он бы не состоялся, томилась и наша съемочная группа. О Международном фестивале «Вдохновение» мы узнали от одного из его организаторов в Рязани – Владимира Кованова. В нашей программе «Семь минут» он подробно рассказал о предстоящем мероприятии и о Международном творческом объединении «Art of Inspiration» – Владимир Андреев и его друзья. Ее создатель и вдохновитель Владимир Андреев, наш соотечественник, он уже более 20 лет живет в Нью-Йорке. Сам он режиссер, актер, сейчас он и фотограф, дизайнер, видеооператор, то есть совмещает очень много всего. И около 10 лет назад у него возникла мысль вот этого объединения людей искусства, причем независимо от вида искусства, которым они занимаются. И эту идею он реализовал. Вот возникла вот такая организация «Art of Inspiration». Многочисленные выставки, организованные этим объединением и прошедшие по всему миру, в том числе и в нашем городе, вылились в Международный фестиваль искусств «Вдохновение». В день его открытия в Музее молодежного движения собралась масса народа. Оказался там и человек, благодаря которому это творческое движение захватило Рязань. Александр Соловьев через интернет познакомился с Владимиром Андреевым, руководителем «Art of Inspiration». Он-то и предложил провести в Рязани выставку художников и фотографов, путешествующую по всему миру. Я эту идею поддержал и сказал, что это очень здорово, мы попытаемся это сделать в Рязани. И нашли здесь людей, да, очень хороших, творческих, на базе нашего художественного училища, Владимира Владимировича Кованова, вот, который взялся за организацию этой выставки. И, в общем-то, эту выставку мы реализовали впервые в Рязани в 2012 году. И после этого усилиями вот уже такого творческого сообщества Рязани эта выставка пропутешествовала у нас по многим районам Рязанской области. После этого дальше все завертелось, как снежный ком. И в итоге, в общем-то, вот сегодня в Рязани будет проводиться такой творческий фестиваль. Человек, благодаря которому работы многих рязанских художников и фотографов нашли своих зрителей не только в России, но и по всему миру, Владимир Андреев прибыл на первый фестиваль искусств из Нью-Йорка. На вопрос, почему фестиваль такого масштаба проходит именно в нашем городе, он назвал сразу несколько причин. Мне кажется, что большое искусство России выходит из провинции, из провинциальных городов. Они красивые, маленькие, большие. Я сам родился в маленьком городе Сычево-Космоленской области. Я знаю, сколько там талантливых детей. Я знаю, сколько талантливых художников, фотографов. Им некому помочь. В рамках фестиваля «Вдохновение», который будет проходить в Рязани вплоть до 15 мая, на базе Музея истории молодежного движения будет представлена экспозиция фоторабот участников фестиваля, состоятся концерты, творческие встречи и мастер-классы с известными российскими музыкантами и людьми искусства. После светлого праздника Пасхи наступила праздничная пасхальная неделя. На ее протяжении в Рязанском Кремле школьников знакомили со старинными обрядами, легендами и преданиями, народными приметами, связанными с празднованием Светлого Воскресения. Пасха – один из главных праздников для всех христиан. Подрастающее поколение прекрасно знает, что к этому дню принято печь кулич, делать Пасху и красить яйца. А вот откуда пошла эта традиция и что означают символы Пасхи, а также как отмечали ее наши предки, знают далеко не все. Именно поэтому Рязанский историк архитектурный музей-заповедник и решил провести в Пасхальную неделю интерактивную программу «Весна идет полна чудес, Христос воскрес». Программа эта посвящена традициям празднования самого светлого крестьянского праздника – Пасхи. Мы проводим эту программу в нашей экспозиции, нашей этнографической экспозиции по обычаю дедову, в занимательной игровой форме о традициях празднования этого светлого праздника. На столе настоящий кулич, крашеные яйца, за окном солнце радуется Пасхальной неделе, но ребята узнают не только об истории традиций праздника, но и о приметах, которые люди подмечали на протяжении столетий. Если на Пасху солнышко, то лето будет красное и будет обильный урожай. Если будет пасхальная ночь темная – это гриба. Рассказали мальчишкам и девчонкам и о том, как, из чего и с помощью каких приспособлений делали Пасху, а также им поведали предание, благодаря которому малыши поняли, почему же именно на этот праздник принято красить яйца. Есть такое предание, что когда Иисус Христос воскрес, Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию. А так как вы думаете, принято было ходить к императору с пустыми руками? Нет, нужно было нести подарки. Ну, богатые люди неслили богатые подарки. Ну, знаете, уже у кого что было. А у Марии Магдалины ничего не было, кроме веры в Иисуса Христа. И она принесла ему, вы, наверное, уже догадались, что простое белое яйцо. И какие слова она ему сказала, протянув яйцо императору? Христос воскрес, она ему сказала. А император усмехнулся, говорит, не может быть такого, чтобы человек мертвый воскрес, как не может быть, чтобы белое яйцо стало красным. И произошло чудо, яйцо стало красным. Вот с тех пор все христиане им приветствуют друг друга яйцо, как знаком вечной жизни. Не обошлась программа и без веселых, подвижных игр, в которые когда-то давно играли и наши предки. Так что, если чего-то школьники не знали о светлом воскресении, то здесь, в Рязанском Кремле, эти пробелы в знаниях были восполнены. А еще дети прекрасно провели время, окунувшись в атмосферу древних традиций. Пасхальная неделя – это время обновления и очищения. Очистился и наш город. В нем прошли многочисленные субботники, на которых самые сознательные граждане убрали придворовые территории. А наша программа поучаствовала в большой уборке в Солочи. Суббота. Еще нет 11 утра. Кто-то пока еще нежится в постели, кто-то собирается за город на отдых. А волонтеры Рязанского экологического альянса, вооружившись перчатками и мешками для мусора, уже собрались на Лысой горе, чтобы очистить территорию Солочи от последствий чьего-то отдыха – гор мусора. Выезжать за город можно не только с пользой для здоровья, но еще и с пользой для окружающей природы. Правда, складывается впечатление, что только у участников Рязанского экологического альянса возникает такое желание. А ведь в силах каждого из нас изменить экологическую обстановку к лучшему. Экологический Рязанский альянс – организация, объединяющая всех, кто желает бороться за чистоту в нашем городе, в нашей области, за экологичность, за чистый воздух, за чистую воду, за чистую землю. Объединяет совершенно разных людей, достаточно большое сообщество. Вот сегодня у нас акция традиционная уже, которая, наверное, проходит раз восьмой, потому что мы два раза в год проводим. Это большая уборка. Приехало множество молодых людей, и это очень приятно. Экологический Рязанский альянс существует в нашем городе уже на протяжении четырех лет. Сфера их деятельности обширна, и подобной уборки лишь малая ее часть. Их цель проста – сделать наш мир чище. Вот так кто-то мусорит, а они убирают. И, к сожалению, этот алгоритм нерушим. Все равно чувство какой-то отчаяния остается, потому что из раза в раз приезжаешь, и из раза в раз хоть убираешь, хоть нет, сталкиваешься с этой грязью. Но я считаю, что такие мероприятия нужны даже, может быть, не для того, чтобы сам мусор убрать, а для того, чтобы привлечь внимание, в первую очередь, чтобы люди вообще начали думать о том, что, может быть, мусорить-то и не стоит. Люди, собравшиеся здесь, сами вряд ли оставляют за собой мусорный след. То ли родители их воспитали иначе, то ли любовь к природе не позволяет ее загрязнять. Куда бы я ни поехала именно на природу, у меня всегда с собой есть мешки. Неважно, какие они у меня всегда с собой есть. Поэтому весь мусор, который остается, я его собираю и уже в городе выбрасываю. На уборку такой обширной территории приехало не так уж и много народа. К волонтерскому движению в этот день присоединилась и наша программа, и юные журналисты, воспитанники клуба «Первая строка» и телестудия «25 кадр». Моя цель – убрать мусор в Солочи, чтобы было чище, и чтобы, когда люди приезжали сюда, они не думали о том, почему так грязно, а наоборот, наслаждались природой и дышали свежим. А вот отдыхающие в Солочи в этот день присоединяться к волонтерскому движению не спешили. Хотя для этого, кроме желания, ничего не требовалось. Зато они признавали, что отдыхать в чистоте действительно приятнее. Но не стоит забывать, что чистота окружающего мира зависит только от нас. 20 апреля состоялся финал конкурса «Миссис Рязань-2014». О том, кто стал самой красивой мамой и как проходил конкурс, нам расскажет Евгений Карпушкин. На сцене театра драмы – последнее приготовление к финалу конкурса «Миссис Рязань-2014». Организаторы дают напутственные советы участницам, сами мамы вспоминают все, чему их учили на тренингах и репетициях, и как все начиналось. Меня зовут Еремина Ирина, я мама троих детей. Дети у меня разного возраста, есть как большие, так и маленькие. Меня зовут Полина Шестакова, я мать пятерых детей. Дети очень разновозрастные, есть большие и маленькие. За кулисами большой сцены участницы конкурса говорят, праздник для каждой из них уже состоялся, еще на этапе подготовки к конкурсу. У заботливых мам появилась возможность больше времени уделить себе и почувствовать пристальное внимание окружающих. Два месяца участники посещали дефилем, тренинги у психолога, занятия в женском тонус-клубе «Авеню». Примерки у нашего дизайнера и стилиста Анастасии Лисеевой, все прошло великолепно, и как результат мы видим сегодня прекрасное шоу на этой сцене Рязанского драмтеатра. Организаторы конкурса от души благодарят тех, кто способствовал его проведению на достойном уровне генеральных партнеров мероприятия. Рязанский агромолкомбинат и Центральное агентство недвижимости, которое порадовало зрителей щедрыми подарками. Подарок от спонсоров получила и самая многодетная участница конкурса – Полина Шостакова. Все ее пять детей помогали ей готовиться к конкурсу. Итоги конкурса подвели участники компетентного жюри, после чего объявили победительниц в каждой номинации. Ну а корону «Миссис Рязань» получила Людмила Артамонова. «Миссис сердца Рязани» зрители выбрали Олесю Агиенко. И еще одно приятное событие, во всяком случае, для нашей телекомпании. Нам исполняется пять лет, и мы бы хотели вспомнить, как все начиналось. А начинала свою работу телекомпания с двух программ. Нашим на тот момент немногочисленным телезрителям Саша Бондар в своем проекте «Будь здоров» рассказывала о том, как поддерживать себя в форме. А ваша покорная слуга в программе «Добрый вечер» развлекала, как могла и как умела на тот момент. Вместе со съемочной группой мы занимались верховой ездой, пытались пробовать себя в роли воспитателей в детском саду, рисковали жизнью, съезжая на сангах с Лысой горы и даже ныряли с аквалангом. В общем, было весело. Время шло, одни проекты сменялись другими. «Сити Стайл», «Будь здоров», «Пределы возможного» остались в прошлом. На их место пришли новые программы, новые ведущие. Сегодня обо всем самым важном продолжает информировать новостной проект «Время говорить» с Петром Завишо. О новостях спорта можно узнать из программы «Второе дыхание». Об интересных людях нашего города рассказывает Олеся Харлина в своем новом проекте «Человек в городе». На мой взгляд, телевочерки – это очень благодатная тема, где можно подумать, можно посочувствовать человеку, можно раскрыть его какие-то незнакомые остальным грани. И мне очень приятно, что мы получили массу откликов. Уже телезрители спустя каких-то буквально три месяца звонят и приглашают поснимать их близких, их знакомых, у которых, оказывается, есть не только хорошая работа, но и удивительное хобби. Кто-то летает, кто-то рисует, кто-то фотографирует. На самом деле это здорово, и мне кажется, у нас неплохо получается. Пять лет – это только начало. Ну а наших зрителей впереди ждет еще много нового и интересного. Это мы гарантируем. Так что смотрите наши проекты и будьте в курсе самых важных и ярких событий жизни Рязани. Ну вот и подошел к концу очередной выпуск. Увидимся с вами ровно через неделю на том же месте, в тот же час. Мы постараемся, чтобы вам было не скучно. До встречи! Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе 20. Телефон 8920-99-32-99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова